совсем скоро стартует сезон летних отпусков как же провести его максимально комфортно и интересно а главное безопасно узнаем прямо сейчас программе актуальное интервью сегодня у нас гостях человек который знает толк в хорошем отдыхе директор туристического агентства красный город юрий тюлюбаев юра здравствуйте здравствуйте давно мы с вами не виделись наверное ровно год сегодня хороший повод скоро лето у нас но уже сейчас можно сделать какие-то подвести предварительные итоги куда же все-таки поедет большинство наших земляков ну как всегда люди стараются выбрать отпуск в летнее время и как всегда они стараются его провести как можно ближе к солнцу и к пляжу поэтому у нас тенденция она сильно не меняется но если говорить в целом про страны которые лидируют по продажам естественно это первая пятерка она практически неизменна это турция тунис российская федерация кипр и пожалуй еще болгария а почему все таки выбирают вот эти направления потому что там цена соответствует качеству или они дешевле все таки вот даже российских пляжей сезди за границу я думаю что характеристики по которым люди выбирают туры на самом деле много но конечно каждому хочется получить наилучшее сочетание цены-качество и при этом чтобы было наиболее комфортно вот на сегодняшний момент к сожалению или может быть к счастью у нас таких мест не так уж много и наибольшим спросом пользуются именно вот эти страны там сочетание цена-качество оптимально не требуется виза для россия не нет долгого перелета акклиматизация проходит легче и достаточно много других факторов из-за которых люди выбирают именно эти направления а выбирает ли жители низкого округа какие-нибудь экзотические страны или необычные туры ну конечно разнообразие она всегда присутствует вот за четыре месяца этого года мы по статистике продали туры более чем 20 различных стран мира тут есть конечно и близкие к нам европейские страны и азиатские и африканские страна то есть в принципе весь перечень какие только можно придумать юра ты сказал про европейские страны но у нас есть большая проблема то есть визу мы можем сделать либо выезжая в ближайший город либо пользуясь услугами приезжего специалиста что тоже недешево да допустим даже для трех членов семьи это больше 30 тысяч насколько я понимаю работа ведется ли работа в этом направлении до снижению до большинства европейских стран они входят в шенгенское соглашение куда требуется оформление специальной визы с создачей отпечатков пальцев и как вы правильно заметили кроме выезда в другие города где можно получить эту визу в визовом центре также можно получить эту визу в не низком округе с помощью мобильной биометрии когда сюда приезжает специалист со сканером в частности мы собираем такие группы и периодически сюда привозим этот сканер но естественно с учетом всех услуг такая стоимость оформления визы она не может быть слишком дешевой кроме того ближайшее время стран шенгена планируют еще повышение стоимости консульских сборов поэтому возможно что еще будет дороже но опять же сдача отпечатков пальцев она требуется всего лишь раз пять лет то есть если вы один раз прошли эту процедуру то в последующем вы можете оформлять визу в любую из стран шенгенского соглашения уже без сдачи отпечатков без выезда из мара и гораздо быстрее и естественно дешевле и вы сказали что россия все-таки в ходе с пятерку лидеров до которых будет выбирает жители не низкого округа но все-таки российские пляжи российские пляжи мне кажется проигрывает тем же самым турецким вот почему это происходит и вот в каком направлении нам нужно двигаться чтобы все-таки пополнить я думаю что немножко скорее всего что каждый стран она уже завоевала своего определенного туриста есть люди которые из года в год предпочитают ездить в турцию есть люди которые предпочитают ездить на наш российский юг и я думаю что у каждого из них есть свои резоны почему они это делают на самом деле на нашем юге и в крыму и в краснодарском крае достаточно много хороших отелей с достаточно развитой инфраструктурой и нет никаких проблем чтобы отдохнуть комфортно и качественно у нас но другой вопрос что конечно часто людей еще останавливать стоимость то есть у нас дороже выходит чем за границей если брать в целом среднюю цену тура то конечно наверное мы немножко проигрываем опять же у турков например про по прошлому году субсидировалась перевозка но вот например по статистике этого года если брать билеты по перелету москва-сочи стоимость билетов тоже достаточно низкая то есть она там в районе 80 тысяч туда-обратно то есть это вполне вменяемые деньги и многие люди покупая поездку на наш юг они не сильно проигрывают тем более вы знаете у нас очень много категорий граждан которым просто запрещено выезд за рубеж это и государственные служащие военные правоохранительные органы крым часто выбирает крым с моей точки зрения он больше заточен можно сказать так вот самостоятельных туристов то есть конечно там есть отельная база там месяца натории там есть и лагеря различные куда могут организованные туристы ездить но очень часто крым выбирают именно люди которые едут в отпуск на машине например к друзьям в какой-то частный сектор то есть в этом плане крым он уступает краснодарскому краю где инфраструктура естественно гораздо более разве есть еще такая проблема россии но это на мой взгляд да даже если у тебя и отель хороший да ты выходишь за периметр и там начинается ну грубо говоря такая неухоженность территории да есть такое юра но не вся у нас еще инфраструктура готова чтобы принять туристов на достойном уровне я думаю что наши курорты очень сильно отличаются друг от друга то есть если говорить например в целом про сочи про большой то естественно там инфраструктура очень хорошая она рассчитана абсолютно на любые направления отдыха и активный и пляжный и любой человек может себя найти в этом то есть например если брать сочи то это на сегодняшний момент уже курорт достаточно хорошего уровня все это признают если брать какие-то небольшие курорты конечно там инфраструктура страдает и в этой связи как раз в прошлом году у нас депутаты приняли решение в сборе курортного сбора который будет использоваться как раз на улучшение инфраструктуры наших курортов он зависит от каждого региона в каждом регионе различается то есть да например дети освобождены от него еще некоторые категории граждан в целом где-то около но от 10 до 100 рублей с человека в сутки это такая сумма которую платит человек приезжающий в организованный отдых и соответственно эта сумма потом поступают в бюджет и должна быть использована для развития инфраструктуры но будем надеяться что этот эксперимент пройдет удачно и у нас курорты все-таки поднимут свою свой уровень чуть выше на меня вот интересуют российские отели вы наверняка советуете своим туристам уже проверенные какие можете посоветовать из них какие хорошие ну нельзя так сказать это тоже самое что прийти к врачу и сказать что понятно мне посоветовать и лекарства уникального лекарства не существует и люди все разные когда к нам приходит человек с целью подобрать себе отдых прежде всего мы должны его выслушать и понять что именно ему хочется какие у него цели и задачи и только после этого когда мы уже с ним пообщаемся и поймем это мы можем какие-то варианты ему предлагать потому что одни люди любят активный отдых другие люди любят тихий спокойный отдых третьи едут с детьми четвертого и наоборот категорически что выбирает вот такой тихий спокойный отдых да мне кажется ну если брать на наш юг вы про это то я думаю что сейчас наоборот люди которые уже поехали ездили много раз за границу они предпочитают найти что-то аналогично у нас и в частности конечно люди ищут отель с системой все включено с анимацией с территорией на которой можно чем-то заняться то есть это не просто уже грубо говоря место где человек спит отель для них это некая инфраструктура которая предлагает более развлечения более полный перечень услуг есть еще вопрос от наших телезрителей вот что касается заграничного как раз отдыха вот какие самые дешевые туры за границей где все включено и на какую сумму можно рассчитывать семей из трех человек там мама папа ребенок ну вот что касается все включено конечно тут безусловный лидер это турция по летнему отдыху к сожалению опять же никто другой не может с ней сопоставиться хотя я тоже часто слышу от наших клиентов мнение что турция безумно подорожала но вот мы ведем статистику которая она собирается каждый день и вот по сравнению с прошлым годом я могу сказать что стоимость тура среднего она поднялась где-то на 7 10 процентов то есть это в пределах грубо говоря инфляции официальной нашей поэтому если говорить значит про среднюю стоимость тура за которую за которую может человек отдохнуть в этом году она составляет где-то около 48 тысяч рублей с человека то есть грубо говоря семья из трех человек это ну образно около 140 150 тысяч рублей с вылетом из москвы это да это средняя стоимость тура понятно что она очень сильно будет различаться от конкретных условий кто-то едет на неделю кто-то на 21 день кто-то едет на все включено кто-то только завтраками но если брать в среднем как говорится по больнице то вот 48-50 тысяч это то что должны потратить люди для организации своего летнего отдыха в качественном я подчеркну отеле то есть понятно что есть там ценовая планка ниже есть а вип отеле где гораздо дороже тур но в среднем где-то так но тоже можно сэкономить если пользоваться услугами раннего бронирования конечно да мы тоже ежегодно проводим такую акцию как проверка на честность то есть мы берем некий тур который у нас реально фактически забронировали в агентстве и каждый месяц проверяем его стоимость на сайте туроператора с целью выявить фактически действует ли эта акция или же это все-таки обман да то есть вот на сегодняшний момент мы также как и в прошлом году убеждаемся что экономия она существует вот в прошлом году экономия составляла по сравнению с теми кто приходил в последний момент где-то около 30-40 процентов от стоимости тура достаточно большая сумма в этом году она конечно поменьше но вот пока мы еще следим и я думаю что ближе к лету уже будет понятно насколько сэкономили те кто пришел покупать тур за несколько месяцев но в россии все-таки отдохнуть можно и за такую же цену и достаточно комфортных условиях да ну я думаю что да то есть сейчас я еще раз подчеркну что существуют субсидированные перелеты существует некая конкуренция между отелями когда на туроператоры стараются конечно сделать такие же пакетные туры как в турцию и тогда стоимость она в принципе конечно уже в некоторых случаях достаточно конкурентно когда откроет египет нашу вторую русскую дачу как называют я думаю что за то время что он был закрыт конечно уже интерес к египту он сильно подугас то есть я вспоминаю это время когда был это направление одним из самых популярных и все время конкурировал с турцией сейчас египет конечно спрашивают и на ренмарции ездят в него потому что полететь на отдых в египет на сегодняшний момент возможно только перелеты будут непрямыми а либо через каир либо через стамбул но тем не менее это возможно другой вопрос что нас уже настолько от него отучили что люди я думаю что им потребуется некоторое время чтобы нарастить обратно этот спрос а когда будет открыт неизвестно то есть что привлекало там такое прямо восхитительное море мне кажется чистое да и да в принципе они туркам не уступали прежде прежде всего естественно это красное море которое не зря славится своими кораллами своими рыбками и своей частотой и второй момент это конечно цена то есть цена была очень конкурентно очень интересно египет был можно сказать круглогодичным направлением то есть туда ездили и зимой и летом и поэтому конечно такого заменителя на сегодняшний момент сложно подобрать какой-то степени египет заменяется для некоторой части людей таиландом в какой-то степени арабскими эмиратами но понятное дело что эти страны совершенно другие и полностью заменить египет они не могут куда отправиться лучше с детьми все-таки за границу или россии многие не едут за границу только потому что там все-таки небезопасно и вот страховка на покрывать все расходы если не дай бог какой-то чп случается какой-то несчастный случай ну во-первых семьями ездят везде и есть люди которые летят и 12-часовой перелет с маленькими детьми то есть это все зависит от самих родителей но понятное дело что если брать в целом то конечно есть гораздо более комфортные страны где можно отдохнуть с небольшими детьми в лучших условиях в частности мы например предлагаем рассмотреть болгарию потому что перелет всего лишь два часа море не такое соленое пологие и песчаные входы в море везде славянская кухня много зелени русских любят русских любят ну то есть достаточно много таких плюсов которые работают на на то чтобы отдых был хорошим ну что касается нашей страны то в принципе тут все знают наши курорты они никак не поменялись то есть есть те которые более традиционно считаются детскими этажа она по есть курорты которые вот появились в крыму у нас этажа евпатория то есть это те курорты куда ездят больше туристов с детишками я сейчас хочу такой сделать плюсик в сторону наших тоже курортов да той же самой анапы как бы там ее не хайли плохо не говорили все-таки там очень хорошая лечебная база я думаю юра ты со мной согласишься да и такие санатория уникальные где извините меня несколько тысяч врачей работы в том же делуче ну да несомненно у нас ведь люди в большинстве своем используют короткий этот летний период не только для того чтобы побывать на море но часто и для того чтобы восстановить здоровье поэтому санаторная база во всех регионах россии она летом достаточно хорошо заполняется и правильно вам сказали что и на красно в краснодарском крае и в кавмин водах и в крыму есть санаторий который пользуется спросом и в кирове кстати мы тоже продаем путевки туда и как часто много покупает но я не могу сказать что много это определенная категория клиентов которым именно нужен санатор на курортное лечение они конечно выбирают такой и поддыха да понятно что выбирает пляжный отдых спокойный на семейный отдых вот активный куда предпочитает ехать где можно в россии отдохнуть активно но сплавляться например вот эта категория клиентов можно сказать она фактически у нас как-то оторван от турагент то есть эти люди они как правило любят самостоятельно самостоятельно все организовать другое дело что очень много экскурсионных туров которые ездят люди это я могу перечислить долго и алтай это и карелия это и золотое кольцо да то есть вот вот в такие туры в принципе люди ездят и они также покупают туры у нас очень большим спросом пользуются круизы по российским рекам их так сейчас тоже достаточно много и соответствует на качество сами наверное тоже проверяете я могу сказать что люди которые ездят в эти туры они как правило не разочарованы то есть это люди уже с активной жизненной позицией и они понимают очень хорошо изучив что их ждет поэтому какие-то условия проживания даже если они скромные они их вряд ли могут разочаровать наверно богатая культурная программа да да самое главное зачем едут люди в такие туры то естественно посмотреть свою страну получить новые впечатления окунуться в какую-то новую атмосферу где не каждый день ты бываешь поэтому это все люди могут получить мы привыкли привыкли что в основном едут москва санкт-петербург такие крупные да туристические города а куда ты бы посоветовал съездить вот посмотреть вот культуру так скажем из глубинки ну сложно сказать я бы естественно посоветовал поехать в ненецкий автономный округ и потому что мы этим тоже занимаемся вот но естественно таких направлений очень много и когда общаешься с другими туристическими компаниями в наших регионах то понимаешь насколько все-таки большое разнообразие всего что есть нашей стране и как мало мы пока ее знаем то есть мне кажется даже жизни не хватит чтобы увидеть все наши регионы и все наши уголки последнее время вот тенденция вот регионов к туризму она как-то растет да я так думаю каждый пытается чем-то завлечь я бы сказал не только тенденция но еще и конкуренция очень сильно растет если говорить вот про северный туризм конечно сейчас у нас все регионы и северо-запада и восточной восточной части страны они очень активно вовлекаются в это и тут конечно сложно иногда бывает конкурировать с нашими соседями вот вы слышали наверное на ямале сейчас запустили туры которые стоят с перелетом около 20 тысяч рублей то есть это четырехдневный тур включающий перелет ночевку в чуме питание транспорт то есть все полностью оптовый пакет конечно мы не можем конечно если бы мы работали по такой цене то это было бы просто убыточно поэтому конечно очень важно в этом направлении когда работаешь с визным и внутренним туризмом искать какие-то интересные фишки пытаться чем-то привлечь тем что нельзя найти в других местах ну и соответственно еще и качеством что не страдала понятно что едут к нам а что мы на сегодняшний день можем предложить туристам какие вот пакеты услуг у нас есть ну естественно ничего собственно не поменялось еще и лет восемь назад мы когда опрашивали потенциальных клиентов что именно интересуют ненецком округе всегда говорили одно и то же то есть прежде всего это на натуры то есть это жизнь коренных малочисленных народов оленеводство это одно из самых интересных направлений для людей живущих других регионах также два важных и безусловно интересных для туристов направлений это охота и рыбалка на экспедиционные приключенческие туры когда человек проводит несколько дней в дикой природе и в разных местах передвигается там где нет людей это тоже интересно посещение наших достопримечательностей которые к сожалению я может быть к счастью оторваны от цивилизации поэтому добраться до них могут буквально единицы ну пустозерск конечно это отдельная такая тема которая интересна и слава богу что она сейчас в надежных руках можно сказать что очень очень хорошо развивается я надеюсь что пустозерск у нас работает они придумают каждый год какие-то фишки интересные да да и наши туристы в частности которые приезжают в красный город мы всегда с удовольствием вводим и в музей если есть возможность то и ввозим в ввозим с помощью музея в пустозерск для того чтобы ознакомиться с историей освоения арктики например среднем сколько длится такой тур чумовые выходные четыре дня да туры которые у нас действуют они различной длительности но чаще всего это где-то 45 дней за это время хватает вот туристу посмотреть познакомиться вот с культурой ненецкого круга или они говорят не всегда не всегда часто люди жалуются на то что времени маловато что хотелось бы еще один дек особенно если это активный тур вы понимаете что все пролетает с такой скоростью и информация в таком объеме тебя попадает что часто очень сложно переварить и люди потом а начинают усваивать ее уже повернувшись домой только поэтому конечно я думаю что оптимальная длительность это не меньше чем 5 дней например вот можете охарактеризовать этот тур чумовые выходные куда возить и вот в рамках мы работаем семейно родовыми общинами возим но те которые работают малоземельской тундре это настоящие лениводы именно кочевники которые путешествуют у нас со своими стадами и и в ходе тура естественно мы знакомим с их образом жизни с бытом часто люди остаются на ночь в чуме для того чтобы ощутить как это на самом деле живется в тундре и много таких деталей которые в принципе ну вот наполняют этот тур интересным содержанием для всех туристов кто приезжает юра ты наверняка сравнивал с нашими ближайшими конкурентами ямал ненецким проигрываем я не говорю сейчас от ценовой политики я говорю сейчас вот о программе насыщенность этой программы и у нас тоже интересно все таки понятно что и там и там нет я могу за них отвечать я могу ответить за нас что естественно те люди которые приезжают к нам они всегда остаются довольны то есть я статистика ведется веду статистику также опрашиваю всех клиентов перед тем как они уезжают из округа и обязательно вот этот уровень оценок касательно каждого пункта нашей программы там проживание питание размещение проезд транспорт в общем все элементы что есть в туре клиенты нам оценивают среднем тур в ненецкий округ сколько составляет сложно сказать потому что эта цена очень сильно варьирует также как и тура из ненецкого округа да но где-то бытует такое мнение что вот около 10 тысяч рублей в день это средняя цена тура то есть я думаю что ну где-то около того наверное так и есть плюс минус конечно то есть где-то может быть тур с наземным транспортом где-то с авиатранспортом понятно что цена будет сильно отличаться если составить социальный портрет туриста вот кто он такой мужчина женщина на те кто сюда приезжая ну большей степени конечно это мужчины в большей степени это мужчины работоспособного возраста где-то около 30 40 лет как правило люди которые уже достаточно много повидали и поездили то есть такого экстрима захотелось уже последний он на карте был ненецкий округ очень часто выбирает в качестве первого региона вот в этом году у нас была одна семейная пара которая впервые поехала по россии вот впервые выбрала ненецкий округ а в основном конечно приезжает опытный а спрашиваю почему именно выбрали ненецкий округ я думаю что это произошло случайно то есть вот им понравилась сама программа тура которую мы предлагали и видимо это было аргументом для того чтобы приехать именно к нам откуда они это иностранцы все-таки или россияне ездят конечно к нам и иностранные граждане причем со всего земного шара ездят и россияне я не беру сейчас точно сказать цифры какое соотношение но я думаю что все-таки больше россиян пока это связано прежде всего конечно с визовыми вопросами то есть россияна проще приехать сюда но в то же время много и иностранцев если брать российскую федерацию то конечно на первом месте наверное москвичи понятное дело что там сосредоточены финансовые ресурсы и добраться с москвы до нас гораздо легче вот в остальном есть люди в принципе с разных регионов начиная запада до сибири охотники и рыбаки вот они откуда тоже москвичи да сколько я знаю приезжают такие достаточно обеспеченные люди к нам сюда да на выходные я могу сказать что приезжают разные люди есть те которые достаточно обеспечены есть люди которые в принципе ограничены средствах но просто фанатеют вот от охоты от рыбалки естественно они хотели бы побывать а где они живут когда охотятся в избушках это зависит от конкретной ситуации то есть кто-то живет в избушках кто-то живет в палатках то есть у кого на что хватает то есть какой-то индивидуальный тур вы тоже заранее обговариваете конечно конечно все делается под клиентом что касается прогнозирования какие можно сейчас делать прогнозы если будущее вот туризма ненецкого округа понятно что массовости у нас тут никогда не будет сюда к нам не поедет также как турцию и малоненецкий округ пытается этими турами некую массовость свою получить я причем общался с ними общался с ними и спросил вот какие их прогнозы по поводу посещаемости такого тура за 20 тысяч на четыре дня они сказали что ждут что за год где-то к ним приедет 500 человек то есть в принципе это вполне такие реалистичные прогнозы но у них понимаешь там можно есть железная дорога до лабутнангов до до тех же самых там спокойно понятно что ты сэкономишь на том же сам перелет я сейчас говорю про авиатур то есть что касается низкого округа я думаю что конечно туризм он будет и дальше развиваться он потихонечку все равно меняется и развивается появляются какие-то новые предприниматели кто пытается быть вовлеченным в туризм появляются какие-то новые маршруты так что так или иначе своего клиента я думаю все найдут а за счет чего у них тогда вот такой дешевый тур у них естественно во первых есть договоренности с авиакомпанией из гостиницами в которых проживают туристы достаточно большой дисконтной программе и кроме того я думаю что это еще субсидируемая программа то есть государство заинтересовано в том чтобы люди начали ездить в том числе на север что не там и покупательскую способность повышать конечно конечно то есть это же еще и реклама самого региона то есть если приехало 500 человек год то по факту они рассказали потом об этой поездке еще нескольким тысячам и это уже работает на дальнейшее развитие туризма понятно у них там работает хорошо брендирование у нас когда-то вот это все появится как думаешь ну у нас по факту брендирование она уже есть у нас округ который имеет некоторые ассоциации у людей у нас раньше часто путали с ямало-ненецкий округ и сейчас путают и некоторые вообще не знаю где такой ненецкий округ да есть такое но тем не менее я говорю о том что у нас округ он имеет какие-то ассоциации у людей в голове когда они к нам едут то есть вот первый вопрос который я задаю туристам что вы ждете от тура и как правило естественно я слышу достаточно типичные вещи то есть люди ждут что увидят северное сияние что познакомиться с северными оленями что посмотрят на образ жизни коренных народов что ощутят какую-то необъятность арктики вот это поэтому в принципе этот образ он уже существует просто желание все таки как-то не закреплен на бумаге но от этого никуда не девается ну а потом в анкетах что они пишут по итогам поездки нет очень часто пишут достаточно добрые пожелания и благодарят благодарят за то что мы а приезжает обратно ведете такую статистику или это все-таки одноразово он приехал посмотрел все конечно у нас есть и повторные туристы это зависит еще и от того направления к по которому они приезжают если это охотники рыбаки то это как правило люди которые очень часто приезжают повторно если брать это натуры то есть и такие люди которые хотели бы приезжать и два и три раза и они есть много таких нет процентах небольшой но тем не менее такие люди есть юра вы сказали что на ямале очень хорошо развито вот такое сообщество и бизнес где и государственная поддержка у нас насколько это развито ну у нас работает тур кластер я думаю что власти стараются в своей в своей сказать в своих силах что-то делать для того чтобы турбизнес развивался на сегодняшний момент я думаю что любой кто занимается туризмом он может представить себя на выставках в крупных городах он может получить обучение если это требуется он может как-то развиваться и это очень важно что государство прикладывают усилий к этому я знаю что на многих выставках где нас наши предприниматели да участвуют интересу есть естественно гостей и очень интересует естественно я думаю что очень сильный тормоз для развития туризма у нас это конечно же стоимость потому что наш округ он к сожалению нельзя назвать дешевым регионом и в частности перелет сюда вы сами понимаете он достаточно дорогого удовольствия особенно если это не житель москвы а жители какой-то глубинки но для него поездка в немецкий округ это средняя заработная плата то и несколько понятно что они все могут на это решиться а если бы у нас существовала система субсидирования этих поездок то я думаю что конечно количество туристов бы увеличилось гораздо сильно а ведется вот такая политика ведутся разговоры что давайте будем субсидировать ну разговоров ведется очень много самое главное чтобы делались какие-то дела то есть мы сейчас слышим о том что будет создаваться некая компания местная региональная которая будет заниматься в том числе межрегиональными перевозками посмотрим может быть их билеты будут дешевыми и люди сюда поедут я знаю что в туристическом бизнесе уже более 10 лет да с 2005 года 2005 года а сами куда предпочитаете есть ну я стараюсь бывать везде но прежде всего конечно в тех местах куда ездят наши туристы для того чтобы самому видеть что мы предлагаем потому что когда ты продаешь не зная что то естественно ты не можешь быть экспертом в этой области во вторых естественно если это говорить о своем отдыхе то я предпочитаю бывать везде и в каких-то пляжных направлениях и в активных в частности в нашем округе я очень люблю путешествовать в какие-то места где еще не был и проводить там время пускай даже в отрыве от каких-то благ цивилизации то есть у нас тоже можно интересно отдохнуть конечно безусловно представим что я турист я не знаю ничего не низком округе вот расскажите чем вы бы меня сюда привлекли допустим что вы обещаете сложно сказать я думаю что надо опять же о чем я уже говорил посначала пообщаться с вами понять что вас интересует потому что если вы больше любите спокойный отдых и вам важно получить информацию то может быть вам вообще изнарин мара не надо выезжать а если вы хотите просто сбежать от цивилизации то это совершенно другое то есть надо сначала пообщаться и понять ваши цели и задачи юра спасибо большое вам за интересный диалог процветания вашему туристическому бизнесу спасибо большое за приглашение до свидания до свидания это была программа актуальное интервью сегодня у нас гостях был директор туристического агентства юрий тюлюбаев напомню что спонсор нашей программы магазин сударушка который предлагает модную красивую одежду по доступной цене которую вы не купите в обычных магазинах магазин работает по адресу рыбников 3 а с 11 до 19 часов кроме понедельника телефон для справок 8 911 650 15 51 магазин сударушка будьте красивы в любое время года до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok